Сегодня какой-то католический праздник, выходной у всех. Сейчас я вам покажу, что из себя представляет Русбах. Это небольшой городок, который расположен на границе между землей Зальцбург и Верхней Австрией. Маленький городок, он больше известен как горнолыжный курорт, потому что здесь есть трассы. Ну а летом здесь можно также заняться скандинавской ходьбой, также собраться на вершину гор или погулять в лесу. Он из себя представляет практически одну улицу. Сейчас я вам покажу. Вот это центральная улица. Видите, сегодня развешаны флаги, стоят музыканты. Сейчас все утром пошли в церковь, а потом будет празднование. Все будут пить пиво, веселиться, танцевать, слушать музыку. А вот там вдали можно увидеть горнолыжную трассу. Играет музыка. Посмотрите, какие у них головные упоры. Посмотрите, какие у них головные упоры. Это что-то наподобие крестного хода. Собрались жители деревни. Сейчас они пойдут по кругу обходить свою небольшую деревушку. А потом придут вот сюда пить пиво, веселиться, развлекаться, проводить приятное время в дружественной компании. Вот так выглядит церковь в Русбахе. Вы здесь видите, что также здесь есть майское дерево, которое устанавливается в Австрии 1 мая повсеместно. Вход церкви украшен березками или какими-то другими веточками. В церкви еще никого нет, потому что сейчас крестный ход. Вот так выглядит типичная католическая церковь. Здесь очень вкусно пахнет свечами. Много места для молящихся. В отличие от православных, католики всегда сидят на службе. И только когда в моменты особых молитв они встают. В этом домике на Рождество устраивают вертеп. То есть ставят фигурки Иисуса, Девы Марии, различных животных, которые были в момент его рождения. Все это красиво подсвечено. И люди сюда приходят и вспоминают об этом событии. Также хотела вам показать. В Австрии это очень распространено. В выходные дни здесь вешают газеты. И кто хочет взять эту газетку, тот должен положить 1 евро в эту коробочку. И может спокойно взять газету. Ребята, я представляю такую ситуацию в России или в каких-то других наших странах бывшего Советского Союза. И вижу, что это просто невозможно. Я думаю, что все бы эти газеты уже давным-давно бы расхватали и продали бы так. В частном порядке.